привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников совсем недавно мы выложили ролик действия без противодействия с вопросительным знаком конечно в этом ролике были ссылки на наш давний ролик муха и вертолет и все эти рассуждения приводят к одному и тому же мысленному эксперименту как будто имеется огромная замкнутая коробка с воздухом внутри и она стоит на очень точных весах и эти весы измеряют вес этой коробки и всего что в ней находится а внутри в коробке стоит вертолет но кому не нравится вертолет пусть представить что коробка поменьше это геликоптер но коробка все равно достаточно высокая и вот весы показывают вес коробки и вертолета конечно а потом он взлетает и сначала поднимается совсем не высоко зависает над землей или там над полом коробки ну и мы говорим вес который показывает весы не изменится потому что Вертолет отбрасывает вниз воздушную струю, за счет этого держится, воздушная струя давит на дно коробки, ну, если вертолет не движется вверх и вниз, а все, так сказать, стабильно пребывает на одной и той же высоте, то вес не меняется. А теперь представим себе, что коробка высокая, и вертолет залетел достаточно высоко, и струя, которую он отбрасывает, она, ну, как бы в качестве струи точно не достигает пола коробки. Спрашивается, а что тогда будет с весом, который показывают эти весы? Ну, вроде бы, с одной стороны струя уже не давит, а с другой стороны мы понимаем, что вертолет находится внутри коробки, и вроде бы вес не должен измениться. И вот это понимание того, что он измениться не должен, оно заставляет нас искать рассуждения. А что, собственно говоря, происходит теперь, и каким образом вертолет, зависший высоко, все равно воздействует на дно коробки. И в этом месте я хочу, как бы, чтобы вы приостановили видео, попытались ответить на этот вопрос, а потом посмотрели на мои рассуждения. Ну, и я представляю себе дело таким образом. Вот эта струя, которую отбрасывает высоко висящий вертолет, она тормозится о следующие слои воздуха. А раз она тормозится о них, это значит, что она на них давит. Она давит на них сверху, эти слои давят на то, что под ними, и таким образом это давление, вот таким образом, перераспределяется и достигает дна коробки. Ну, я себе представляю, что тут имеется некоторое такое большое пятно, на котором произошло очень незначительное повышение давления. Так что интегрально вот эта площадь на это повышение давления, это как раз и есть вес вертолета. Вот эта сила его и поддерживает на весу. И после этого я представляю себе, что это не вертолет, а самолет, который летит где-то совсем высоко. О, я на него гляжу и думаю, ну да, конечно, самолет поддерживает аэродинамические силы, но чувствует ли земля вес самолета? Раньше он на ней стоял, а теперь он взлетел вверх. И такое же рассуждение приводит меня к выводу, что да, чувствует, если бы у нас на земле стояли, так сказать, она была бы уставлена весами, которые измеряли бы это давление воздуха, то сначала эти весы показывали бы и вес самолета, пока он стоял на земле, а потом, когда он взлетел, суммарные показания всех весов не изменились бы. Давление воздуха где-то повысилось бы, и как раз оно повысилось бы в сумме, эти силы давления давали бы вес высоко летящего самолета. Вот до чего нас доводит мысленный эксперимент, если мы ему систематически следуем. А теперь еще одна вариация этого мысленного опыта. Опять же, у нас есть огромные весы, представьте себе, что на этих весах стоит башня, я забрался наверх этой башни, держу в руках мячик и отпускаю его. Что будут показывать весы? Ну, понятно, что сначала, когда мяч полетел вниз, ну, показания весов уменьшились как раз на вес мячика. Но что происходит потом? А потом мячик тормозится о воздух и набирает некоторую конечную скорость. Он перестает двигаться ускоренно. Ну, так же, как парашютист. Вот он выпрыгнул с самолета, пока что еще не раскрывая парашют, сначала разгоняется, а потом летит вниз со скоростью 70 метров в секунду. Ну, вот, значит, у нас этот мячик или этот парашютист движется вниз с постоянной скоростью. И в этот момент весы, ну, не сразу, а надо, чтобы еще все это передалось вниз, как бы, но это произойдет достаточно быстро, начинают снова показывать его вес. Ну, мы представляем себе, что все это находится, опять же, все в той же замкнутой коробке, внутри нее нет никаких движений с ускорением. Центр масс системы перемещается вниз, но перемещается с постоянной скоростью. Весы отображают вес мячика, ну, или этого парашютиста, падающего вниз. Потому что, опять же, он давит, поскольку его воздух тормозит, воздух давит на него, а он давит на этот воздух, давление передается ниже, ниже, не струями уже, а просто, как бы, как статическое давление. Там внизу появляется пятно повышенного давления, и весы видят нахождение этого мячика, парашютиста, вертолета, всего, чего угодно, лишь бы оно не двигалось ускоренно. Вот, опять же, к чему нас привел этот мысленный опыт. И вот, вон, самолет, между прочим, летит наверху, и давит сейчас на нас, ну, очень-очень слабо. А еще, помните, у нас был такой ролик, в котором мы опускали на дно колбы лодочку, плотность которой была чуть-чуть больше плотности воды, а потом сыпали сверху дробь, и лодочка всплывала. Очень многие не соглашались с тем, что она всплывает, потому что увеличился градиент давления. Или, по-другому говоря, потому что увеличилась средняя плотность этой субстанции. Не воды, а вот этой вот смеси, так сказать, вода плюс дробь. Но, вот эти наши рассуждения, которые я сейчас проделал, они имеют прямое отношение и к этому опыту. Дробь затормозилась, каждая дробинка, но она сразу, входя в воду, она начинает давить на воду, поскольку вода тормозит ее. Дробь тормозится, давит на воду, и вот это давление передается на дно. Поскольку у нас глубина остается практически той же, а давление увеличивается. Но это значит, что и градиент давления увеличивается. А мы знаем, что в законе Архимеда важен именно этот градиент давления. Он стал больше, ну и эта разность давления сверху и снизу лодочки, она увеличилась и вытолкнула лодочку наверх. Ну, собственно, вот рассуждения, которые я здесь хотел проделать. Ну и, конечно, мы ждем ваших комментариев, каких-то вариаций на эту тему. Может быть и несогласия очередного, поскольку наши рассуждения всегда вызывают несогласия, что тоже интересно. В любом случае, спасибо вам большое за внимание.